Для управления всеми этими параметрами в камере предусмотрены различные режимы съемки. Они направлены на подбор оптимальной экспозиции в разных условиях. Авторежим используется, когда вы готовы полностью довериться камере. Это удобно, просто, но результат может быть непредсказуем. И я советую сразу отказаться от него, иначе вы просто не научитесь нормально фотографировать. Ручной режим обозначен буквой М или мануал. В нем все значения выставляются вручную. Он очень гибкий, но для начинающих фотографов с ним сложно разобраться. К тому же это занимает много времени и нужный кадр может быть просто упущен. Но зато есть режимы, которые действительно упрощают жизнь фотографа и помогают воплотить задуманную идею. Это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Для диафрагмы и выдержки существуют специальные режимы на колесе управления, так как они считаются основными параметрами. ISO же играет вспомогательную роль и обычно на камере выносится отдельной кнопкой. Перед тем, как снимать, вам нужно определить, что для вашего снимка важнее. Глубина резкости или скорость затвора. Если вам важно в первую очередь значение диафрагмы, к примеру, чтобы был размыт задний план, тогда выбирайте режим А, что означает апертура. А выдержка уже выставится автоматически. Если же вам важнее значение выдержки, к примеру, чтобы заморозить движение, тогда переключайтесь в режим С, значение затвора, либо ТВ, значение времени. На разных моделях может отличаться. Выставляете нужную величину, а лепестки диафрагмы уже раскроются оптимальным образом. И только если эти два параметра не смогут справиться с поставленной задачей, после этого можете подключить еще и ISO. Режим П или программный быстро может подобрать сочетание выдержки и диафрагмы, что называется экспопарой. Но использование этого режима больше схожее с автоматическим, поэтому не всегда приносит нужные результаты. Продолжение следует...